а с кем ты общаешься ким смысле я просто сижу здесь этот и там и там туда и сюда в батл это тиктук обновился я даже не поняла в батл на желание поиграем ким будь весело я на желание не играю на не гони на легкие у меня другая тематика про килл а в каком-то городе я тоже хотела в америку потом передумала я хочу домой в общем украину только что там войны не было а что ты тут делать что ты хочешь тут заниматься носит не было войны поверь у меня много чем можно было бы заниматься какие-то бизнесы свои открыть допустим шаурма урма ого ты шо не небеса не полгометок я же не знаю об этом с 20 лет нахуй то коротирус то война то еще подписывайтесь 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 самом деле круче я вам на что-то налила блядь еще сверху села на и добавлю что-то я уже на него пьяна и обрету во всего остальных а что вы пьете нет мы не с одного сегана что вы пьете сейчас я не услышала сколько тебе лет я думала ты стал чтобы им тебе сколько лет я думала ты моего возраста где-то нет еще не они беса чтобы мне сильно похоже что этого возраста мне 27 я просто так думала я не знаю ты не похоже понятно делать что так думала ты сегодня сказала тебе 23 думаю ума ты еще молодая мне уже через два года 30 27 28 будет февраля вы схожи я сижу общаюсь с людьми я не люблю банк оля ты для них не не хочу я не рискнула может завтра да а завтра у вас три дня ты наливку пьешь я виски пью запиваю швебцем виски швебцем запиваешь виски виски швебцем виски швебцем запиваю ефир и uncomfortable ты попробуй сначала это лучше чем виски это лучше чем виски там такие порошки которые вызывают ненавиду не терrr прихуйка когда пьешь виски с колой очень плохо становится. Больше от того, что ты пьёшь полу, а не низко. Поэтому надо запивать швепсом или страйком. А каким швепсом ты запиваешь? Что это за швепс? Как он называется? Я не буду показывать, у меня могут ограничения поставить. Граната. 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 А ты не слышишь, кем-то не пробовала запивать виски водой? Водой невкусно. Почему? Никогда не пробовала? Я просто мама Люда хуярила. У нас всё закончилось. Мы с мамой Людой водой запивали. Почему бы и нет? Вагоня запивала водой когда-то. Спасибо за подарочки. А Боярош не пила? Нет. Знаю про него, но не пила. Боярош не пила? Нет. Я видела, как люди пьют возле аптеки алкаши, блядь. Ну спасибо. Я пила. Боярош не пила. Что, алкашка, что ли? Нет. Я тебе говорю, что я видела алкашей, которые пили возле аптеки Боярош не пила. Я знаю, что все люди, которые пробовали Боярош не пила, алкаши, блядь. Не, ну тогда мы... А я пухала, блядь, все, что горит. В натуре, в самом деле. Снайпер, ребяточки. Красиво, пизданно. А ты говоришь на желание вообще. Да, да. Давай на вопросы поиграем. На какие вопросы поиграем? Ну, интересно. Смотри, моя аудитория, допустим, не знает тебя. Вот и познакомятся. Я же сразу не пустую вопросы. Не обязательно. Мы тогда чуть-чуть пособерем. А? Что? Говорю, давай на вопросы поиграем. Вот этот батл начинаем на вопросы. Ну, просто пускай задают вопросы, господи. Не, я задаю тебе вопросы. Чат пишет, я задаю тебе вопросы. Хорошо. Первый вопрос. Почему ты пошла на пацанки? Чтобы рассказать свою историю. Все? Ну, в большей степени, чтобы рассказать свою историю, чтобы люди посмотрели, как не стоит делать. Вот они не знают про тебя. Ну, ничего, сейчас послушайте, ребята. А потом уже где-то... Ну, я как бы понимала, что я за два месяца не поменяю свою жизнь, потому что я 23 года жила в такой жизни. За два месяца я не узнала, что это не произойдет. В первую очередь, конечно, чтобы люди задумывались о том, что не стоит свою жизнь праздновать ради кого-то или ради чего-то. Я тоже, если честно, мне вообще не нравится этот сезон. Не знаю, почему. Вообще такое равно провальное. Близко, спасибо. А? Не знаю, почему меня просто слышно. У них там еще, блядь, COVID ебнули. А сколько ты была на проекте? Восемь недель. Восемь недель? Боже, это сколько? У них всего десять недель было, ребята. Понимаю. Это коронавирус у нас. Там и, сука, там жили, блядь, полгода, блядь. Как не меняемые, сука, обезьяны. И вот так быстренько. Там все, блядь, и все, адьес. Ну, провальный сезон, реально провальный. Там не было, ну, во-первых, бюджет был не такой. Это, во-первых. На наш бюджет был, ну, ебанис. Во-вторых, у них что-то пытались, пытались, что-то похоже, но все, что не повезло, что-то там. Ну, вот, например, любишь ли ты женщин постарше? Ну, смотри, мы тут, ну, трошечки ебнутые и смешные. Мы можем задавать газами. Если аудитория, а ну, давайте, напишите, будем играть на вопросы или нет? Вас интересует? Ну, так пишите. Конечно, это очень интересно. И на удвоение ебашем, ребят, не дайте прогреть. А этот сезон был тоже не айс. Мой сезон не айс? Нихуя себе! Вы видели просмотры на ютубе, блядь? Не айс. Нет. Кому интересный вопрос на ютубе? Мы будем играть на вопросы. Ну, вообще, мы задавать не все. Вы странные, ребята. Я серьезно, я не в обиду говорю, я просто говорю именно в обиду тупо людям, которые создавали пятый сезон. Да они не создавали, они на него хуй забили просто и все. Мы сами его создавали. Мы сами создавали. Да, об этом же понабирали, блядь, каких-то невменозных девочек, блядь. Сознай себя сам называется. Пятый сезон пацанов, блядь. Ну, как пульта. Ну, все, да хуй забили на них, да и все. В смысле, наш сезон не айс. Наш сезон был не хуя себе айс. Я не знала, как это выводить. Ребята, если мы выигрываем, вы три вопроса задаете алертами, которые вас интересуют. Потому что у меня самое лучшее. Так это факт. Это не просто потому, что у меня моя аудитория. Это факт. Это реально факт. По рейтингам. Я, кстати, смотрела, как я вообще задумывалась, впервые задумывалась о том, чтобы подать анкету. Я лежала, короче, с подругой на кровати, блядь. Мы смотрели ваш сезон. Не помню, где-то серия, наверное, восьмая или седьмая, блядь. Где-то там, эти, у психолога где-то вы там звонили в каких-то трубках, блядь. И она такой поворачивает, она на меня смотрит и говорит, а как она, типа, туда не пойдет? Она на меня смотрит, блядь, по укулу какая-то туда пойдет, по метам делать. Потом она, блядь, уснула, и я такая смотрю дальше у вас сезон, серия за серией, думаю, блядь, да сколько похожих моментов, которые действительно где-то есть, какое-то совпадение, блядь, может, действительно пойти? Ну, тогда через неделю в среде подала баянтку. Понятно. У нас же Катя баянтка была, да, которая вас выбирала? Не, не слышу. Нет, пизжу, 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 потому что она была на русских. Я помню, смотрела, просмотрела анкету, девочка не стесняла. Мне действительно не нравятся отношения, а редакторов не нравилось, это было какое-то странное. Спасибо, Элла. Хорошо, Ким, тогда такой... Ребят, все стучим максимально по экрану, 60 человек в эфире, а ну-ка все нажали лайки. Все нажали лайки, максимально, быстренько. Будут лайкать, буду подписывать. Майк. Хорошо, мы выехали. Так, Ким, первый вопрос для тебя. Любишь ты женщин, любишь ли ты женщин постарше? До 40. Конечно, не, она может хорошо в 40 выглядеть, не в 45. Ну, у меня предел просто в 40, а не знаю почему. Дай мне ушко одну. Вот. А, хорошо. Ну, а ты бы предпочла, ну, а с девушками помладше ты была бы? На данный момент нет. Почему? Не знаю, даже не тупые. Ну, я... Ха-ха-ха. Микки, мне похуй, слышишь? А такой вопрос к тебе? Нет, не мой уровень. Ты говоришь, послушай, такой вопрос к тебе. Ты сейчас имеешь кого-то? Это второй вопрос. Нет, не имею. И в отношениях? Нет. Хорошо, третий вопрос к тебе. Так это, блядь, ты мне уже четвертый задаешь. Нет, это с того еще. Еще. Я понял, да. А еще с того еще один, как всегда, остался. Ну, да ладно. Давай, последний вопрос к тебе. Ребят, есть какой-то вопрос к ней? Ребят, есть какой-то вопрос к ней? Ну, я не знаю, блядь. Давай, блондинка. Мне нравится гранатка. Вот тебе ответ. Не, мы с ней нормально общались, блядь. По-людски, потом что-то, блядь, какие-то там пошли. Она прям блондинка-блондинка. Ну, она через шутблондинка. Давай, погнали дальше. Ну, просто мой типаж. У меня тут пишут, блядь. Объясни, вот, расскажи нам свой типаж. Просто, блядь, дрынные, не знаю, кореглазые, голубоглазые. Есть же перекрашенные блондинки. Ты же не знаешь, что она блондинка. Хорошо. Опиши еще, как она должна выглядеть. Ну, какая она должна выглядеть. На данный момент у меня нет никаких пейсов. Не, ну, вообще, вот ты... Ну, первая из моих всех партнеров, которые у меня были, это брюнетки. Кореглазые. Как они выглядели? Там, телосложение, там, не знаю, голубоглазые. Ни-ня, рост, там, длинноволосые. Один раз была у меня блондинка, но она была красная. Поняла? О, вот она, на Титанике, блядь. Все, отправьтесь, я в дрынные. А, блядь, не поднимайте, вы судите людей. Вот, вы, типа, симпатия, они от этого присыпаются. Первое, что привлекает, естественно, это, там, нефтися. А потом уже зависит, какие-то человек. И все, ты гамм... 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 А что ты ценишь в людях? Что я ценю в людях? Наверное, первое, это иск... Честность. 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 И такой, как он выступал. Не приёбывают себя, там. Вот я ебанутая, но я буду такой, вот, не знаю, милой, такой какой-то. Мил, так что? Ага. Есть какие-то вопросы, к ним, ребят? Не знаю, мне вообще никому не будет вопросов. Другая территория. Какие вопросы, почему ты вернулась в Украину, в Америку и куда ты будешь двигать дальше, на улице? Ну, это такие, наверное... Не знаю, что ты не знаешь. Не знаю, что ты не знаешь. Для того, какого... В Германии в Киеве не ехали. Ты что за, блядь? У нас есть подсадки, да. Спасибо за лайки, спасибо за розы. Марина, привет. Ким, давай все грамм на желание. Пипи, опутили, блядь. Дядя Оля! Я что, сама буду пить, что? Не, на желание не будет. Мы остались, блядь, по полной. Она завистла у вас тоже или нет? Мне всех интересуют такие личные вопросы. Какого возраста мне нравятся женщины, блядь? Какие женщины мне нравятся? Почему никого не интересует, блядь? Как мне здоровье? Что стало с людьми, блядь? Все, развисла. Зависла, кстати. Да? Ты думаешь? Зависла. Да, сейчас развислю. Нормально. Хорошо, давай себя. Хотите стать мальчиком, да? Вот операция. Это Оля. Кэш. Я бы не рад. Нет, это ж на голову от Барфи. У меня так схватило для этого. А мы что, опять на вопрос играть, да? Я его забыла. Я хочу видеть нас и письмо, чтоб не видеть, но мы навряд ли. Сколько грамм для меня? Блин, не бачу. Это сосенка у тебя к тебе пришла? Нет, я у друзей с мамой. По-другому ехала в гости, мы остались с ее мамой. Сейчас, 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. Да, 27 грамм. Да, 27 грамм. Я не хочу, я же говорю. 27 грамм. У меня есть проблема с кучиком, короче. Мы говорим, что пока закончились, но у нас стояли оригинальные. Два евро. Два евро. Два евро. Два евро. Движа сюда. Движа сюда не лайкнет. Не уберем такую. Беру. Тут у меня так резко макияло, да? Най! Най! Так, сейчас будем задавать Алёхиной вопросы, блядь. Да, лоха делается. Ребята, пишите вопросы, ребята. Какие вас интересуют. Я думаю, что учителя была. Что-то получила какой-то ВИК какой-то, Марина. А Билай, ты будешь вставить нам? Нет. Задайте вопрос, чи подобается ей гранець? Байся тебе ее или нет? Нет. Нет. Я был первый, еще два. Давайте, еще два вот пытания, друзья. Какие у вас цикады? Да. 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 За час времени. А так мы в эфире три скулья жили. Песню хотите пришить? Песню? Да. Ну можно, только какую-то веселую. 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 Майка бесплатная. Да. Ребята, глупые. Да. Почти. Сколько ей лет? 23. Вопрос года. Какой у тебя типаж? 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 Как бы глазы и брюнетки. Блин, я это сложно ответить на самом деле, потому что если мне понравился человек, ну вот я вам не понравился. Не, вообще, давай, если у нее, блядь, будут розовые волосы. У меня, в принципе, нет. Да и брюнетки по себе там были. А у меня стоит полная. А у меня стоит полная. Вот полная. Розовые волосы навряд ли бы, я, ну, не знаю. Песню. Если внешне, если внешне делать, то пришить. Песню, да. Маринами закончились. Предлагаю резиновым походить. Давай третий. Изменилась после проекта? Вопрос? Да. Изменилась если после проекта? Вопрос, ребята. Ну, конечно, изменилась. Прошло 10 лет. Изменилась если после проекта? Ну, конечно, изменилась. Она просто уже изменилась из-за этого количества времени, да? Не то, что после проекта, а просто сколько уже времени. Хорошо. Какой у тебя предел возраста? Если тебе понравился 35-летняя задача? У нас это будет делать. 55-летняя, но это для меня уже бабуля. Бабуля у меня не будет выглядеть как бабуля, и вот потом ты узнаешь о ее возрасте. Смотри, она может выглядеть супер-пупер. Я же тебе говорю. У меня, ну, я общалась с людьми, даже не знала сколько им лет. Я думаю, что вот возрастной диапазон, если мы так возьмем. Диапазон. Возрастной. 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 Честно, я скажу, что я бы, наверное, это все тоже очень индивидуально как бы она бы не выглядела, но вот у меня была история... Ладно, не буду я рассказывать. Нет, не сделай. Нет, не сделай. Короче, не знаю. Вот если человек понравится, все, наверное, столько ему будет лет. Но девушек помладше я не рассматриваю. Помладше? Ну да, младше, чем я. А почему? Ну, не потому, что я их считаю тупыми, а наоборот. Девушки даже в 19 лет и в 16 лет есть очень умные, привлекательные, интересные. Это самое главное для меня, чтобы только было интересно. Ну, одно из главных, не самое главное. Ну, просто я... Ну, у меня не стоит на девочек. Зато на женщин за 40 лет. На женщин за 40 лет тоже, ну, такой фиг-фиг. Я просто тебе говорю, не знаю, но вот почему-то вот с возрастом младше, чем я, ну, нет, не строила бы отношения. Не знаю, у меня был такой вопрос. Тут каждому индивидуально, понимаешь? Тут каждому индивидуально. Вот человек скрывает, сколько ему лет, а потом оказывается, что она тебе старше на 15 лет. Значит, у неё комплексы. Значит, она дома. Значит, тебе будет сложно с ней в отношениях. А тебе 16. Спрашивай за вопрос, не педофилка ли она? Нет. Как думаешь? Ну, нет, почему? Ну, нет, не педофилка. Я тебе говорю, тут всё по-разному. Есть женщины, женщины, девушки. А женщины, девушки? Тебе 16, а женщине 35 лет. Ну, и что? Я тебе ещё говорю, что есть люди, которым нравится помладше, постарше. Есть люди, которым нравится просто вот человек, вне зависимости от этого. Если бы мы говорили с тобой о 12-летнем ребёнке, да, когда женщине 35. Вопрос. А в 16 лет? В 16 лет, это уже зрелый для меня человек. Для меня это ребёнок. А для меня нет, допустим. В 16 лет, особенно сейчас, сейчас в наше время, 16-летний, ну, человек, это не ребёнок, ну, девушка. Это не ребёнок. Абсолютно нет. Я в 16 лет не пошла, блядь, на двух работах, блядь, зарабатывала в рощи, блядь, и этот. Она разумная, и всё было нормально. И ты, блядь, и друзей пивом угощала. Вот эти пульты всё-ка. 12 лет. Я общалась с женщиной 45-летней. Ну, я в 15-32-летней общалась. Ну. Я думала, что это уже через 10 лет. Это хуйня, я тебе серьёзно говорю, это хуйня. Ну, это хуйня, возраст это хуйня. Есть люди, которые молодцы постарше, помладше. Есть люди, которые просто привлекают, вне зависимости от того, сколько методов. Если 35-летняя влюбилась в 16-летнюю, значит, она её чем-то привлекла. Не обязательно, она как педофилка или ещё что-то. Нет, это всё бред. Она её привлекла, значит, она увидела вне зрелого, нормального. Если 36-летнего ребёнка... Нет. Это уже был бы вот так. Я не знаю. В 16 лет это, ну, надо видеть. В 16-летний ребёнок. А если... А если... Мне нравится в 16-летний ребёнок. И что? Ну, если тебя привлёк человек... Если тебе 35, я знаю, очень куча таких новых историй. Девушке 35 лет, ей понравился 16-летний... Как ты говоришь, ребёнок, ну, вот. 16-летний человек. Ну, да, слушай. 16-летний... Давай батл. 16-летний человек понравился, да, условно говоря. И есть две причины. Либо она видела в ней зрелого, адекватного, нормального человека. И ей понравился этот человек. Либо она любит помладше. Всё. Ну, не написано привлекает, допустим, её 35 лет. Ну, это, кстати, факт. Чем старше ты становишься, тем младше тебе люди нравятся. Не постарше. Ну, я имею в виду, если именно конкретно про лесбиянок говорить. Я тебе серьёзно говорю, это факт, это реальность. Это, ну, это прям, ну, на правду... Я же у нас 80, я могу тебе это сказать, сгорать. Я просто тысячи миллионов историй слышала, видела. Друзья и всё остальное, блядь. И разница в возрасте. У мужчин помладше, я знаю. Но когда девушка... Когда девушка старше, тем моложе она себе хочет. Это понятно привлекает. Это нормально. Блядь, ну я же не за 16 лет. Я тебе сейчас, в принципе, говорю. Чем старше девушки становятся с возраста 35, больше, больше. Их привлекают девушки помладше. Они в них видят что-то такое энергичное, что-то такое молодое, прикольное, сексуальное, перспективное. Не только в денежном плане. Ну, вот поэтому их и привлекают помладше девушки. Ну, это правда, я тебе говорю, это серьёзная правда. У меня миллионная история такая. Вот все женщины, допустим, я вижу сексуальность, привлекательность, энергичность, красоту. Вот это вот всё. Где? Сорокалетние женщины. Ну, пожалуйста. Средние человеки... Ну, они же, подожди, давай так. Сорокалетняя женщина, сорокалетняя женщина отвечала тебе взаимностью? Конечно. Ну, я об этом же тебе и говорю. Но для неё ты тоже малолетка, потому что она на 20, сука, лет старше тебя. Для неё... Какие 10, Ким? Тебе 27 лет. Она на 20 лет, условно говоря, 41-45, я посмотрю. Она старше, чем ты в два раза. Послушай, она старше, чем ты в два раза. Это то, о чём я тебе говорю. Она отвечает тебе взаимностью, потому что женщин постарше, девушек, женщин, привлекают девушки помладше. А если у тебя, если тебе 20, а другому человеку 16, то тут... Я не об этом говорю. Девушка в 16 и девушка в 28. Это же разные девушки. Правильно? Правильно. Блядь, Кима, в 28 можно быть дубдаревой хвойной, блядь, сиди, я сам открою. Да я вообще даже говорю, в принципе, в 16 лет они выглядят как дети. Хорошо. 27 минус 16, сколько будет? 27 минус 16? Да. Ну, тебе надо калькулятор дать мне. 27 минус 16. Почитайте мне, пожалуйста. Короче, 27 минус 16, это 4, 7, 3, 10, 11 лет разницы. 11 лет разницы. Смотри, 11 лет разницы. Берем 45 минус 27. Сколько будет? 45 минус 27. 45 минус 27. Ну, 12 там будет, я не помню. Сколько будет 45 минус 27? 45 минус 27, да. 3, 30, 20, сейчас, ла-ла-ла, хилась, блядь, 18. 18 и 11. Спасибо, 18. У тебя с женщиной 45-летней 18 годков разницы, я говорила 20, на 2 годика ошиблась. 18 годков разницы, а с этой 11 годков разницы, когда у тебя 27, а есть? А я не малолетка, понимаешь? Ай, да ты не понимаешь меня, блядьки, я не об этом тебе говорю. Еще раз, стой, чуть-чуть. У 20-летнего ребенка с 30-летней девушкой, у которой есть женщина 45-летняя. Я тебе говорю о том, что для нее ты тоже малолетка, как и для тебя 16-летняя девочка. Только 16-летняя девочка у тебя 11. Я тебе говорю, что 16-летняя девушка это ребенок. Ну это для тебя ребенок. Для кого-то 16-летняя девушка это ребенок. Для женщины я не ребенок, я личность, я человек, я девушка. Понимаешь? Да ребенок ты для нее в том плане, что вот я объясняю тебе, еще раз, послушай мне. Для женщины, почему женщины, я уже обосновала, почему женщины в 45 лет, женщины, блядь, начинают за 30, когда тебе 30, стукнет и выше, тебе будут нравиться младше и младше и младше. Потому что нехуй водиться с письюндресками, блядь, какими-то именно старыми, понимаешь? Они ищут себя, они ищут себе именно помладше. Младше почему? Младше подсчитать, а не ты. Женечка, от души засыпки не успели, блядь. Младше почему? Первое, потому что перспективные, не только в денег на плане, перспективные, молодые, энергичные, сексапильные, классные, смешные и т.д. Что ты хочешь, где ты найдешь 7 качеств вот этих вот женщине в 50-летних? Ну ё-моё. Ну да, она будет прикольно. Ну да, она будет прикольно. Ну да, она будет смешная. Но где ты мне найдешь вот эту вот всю энергичность, привлекательность, перспективность, все остальное. Ну бога ради. Именно поэтому люди, которым исполняются 30 или больше, они им нравятся. Девушки помладше. Это факт, это правда. Я говорю ещё раз, миллион и два такая история. Вот. А есть люди, которым просто нравится Мавалин? Вот и всё. Я вообще этот блог. Ну давай, три вопроса ты мне должна. Ой, я не должна. Задавайте вопросы ей. Ну ребят, а вы что думаете на этот чёт? Ну чат, напишите. Чё чат стоит? Все молчат. Напишите, что вы думаете на этот чат. У меня, моё табу, 16 лет, 18 лет, 15 лет, 20 лет, это ребёнок. 40 лет, 35 лет. Ну правда. Ну как-то так. Ну как-то так, не знаю. Эй, просто признайся на весь тикток. Ты ей понравилась 16-летняя девочка, я бы задала себе вопрос. Какого хуля, блядь? Блядь, сердцу не прикажешь, голову не вобьёшь. Я бы сказала, что мне прикажешь, но у меня этого нет. Подожди, если бы ты задалась бы себе вопросом, почему тебе в 27 лет понравилось 16 лет, а? 30 плюс то самое, да. Мне бы не нравились такие девочки, поэтому я не могу рассуждать именно, что... Если бы мне понравилось, забыли бы вопросы, хорошо. Я бы уже знала, что это, допустим, понравилось бы. Мне будет через 2 года 30 лет, мне понравилась бы 16-летняя девочка, а я бы задала себе вопрос. Почему? Я не говорю, Ким, что, блядь, это кринж, нахуй. Я тоже не буду с ними встречаться, встречаться с 16-летним. Не говорю не об этом. Я объясняю, что чем старше ты становишься, тем помладше тебе нравится. Им действительно почему нравится, по-моему. Чем я становлюсь, тем старше мне нравится. Вообще, я сказала, что правда ему своё. Я говорила, что ты такой человек, я такой человек, 45-летняя, она такой человек. Для 45-летней Ким тоже малолетка. Как для Ким 16-летняя малолетка. Ну, наоборот, я 16-летняя малолетка. Чем я становлюсь, мне становится старше женщина. Что ж academically что-то, чтобы не привlet Yeah. Для тебя так сейчас, в данный момент. Тебе всего лишь 27 лет, всего лишь. Мне 23. Ну, да, ты очень молодая. Мне нравится помладше, вообще. Мне нравится помладше? Я ж тебе ответила, что мне нравится постарше. А, постарше. Я думаю, тебе нравится помладше. Я объяснила, что я не могу объяснить почему так. Ну вот, вот-вот, вот так. Мне нравится постарше, вот всегда так было. Всегда хотела по старше. Люди постарше всегда со мной общались. у меня друзья здесь в Киеве были, я самая младшая, ну, сука, начиная от 27, блядь, закрепляла в нашу компанию, никто ко мне никогда не относился как малолетний, никто никогда, ничего, слово там, ах, ты просто маленькая, ты никогда в жизни такого не было, я говорю, у меня друзья, блядь, в сценах у старше, чем я, блядь, и все, ну да, у меня на яхте день рождения праздновали, когда, блядь, ну вот, в Майами, у меня самая молодая, блядь, это была я, самая молодая, начиная от 25, Дашке было 25, Роговенке, сука, 29, потом спонсор Роговенке еще, там, 40 тоже с чем-то, Вика тоже 30, там, с чем-то, кто там еще был, мама Люда, Марина, 35-летняя, ну, вот, у меня, ну, вот, это мои друзья, такие люди меня окружали, окружали и окружают, ну, вот, как-то так всегда получалось в моей жизни, что я всегда общалась, и люди всегда, люди постарше, всегда тем не установлены, у меня есть история, я общалась, Женя, ты тут на эфире, Женя, потворили, я общалась очень много и очень долго с одной учительницей из своей школы, каждый божий день мы переписывались, каждый божий день, ну вот, поэтому вот так, каждому свое, она была, ей тогда было, боже, сколько же ей тогда было, я не знаю, даже сколько ей сейчас, да, вот Женя пишет, я не знаю, сколько ей было, и она тянулась ко мне, она общалась со мной, блядь, пиздец, сколько, пиздец, каждый день писала, и я ей отвечала, да, но вот, поэтому, ну, типа, и потом дальше тоже с учительницей, потом уже классухой со своей тоже общалась, вот так, я не знаю, но вот люди меня, вот, я просто говорю, как есть, всегда общалась с людьми постарше, и люди постарше всегда общались со мной, никто никогда, у меня не было такого, что, да, ты малолетка, я с тобой не буду общаться, там я с тобой не буду общаться, да, вообще, ну, это было дорого лучше, как ты притягать, не знаю, возможно, сейчас такое стало, ну, типа, я повзрослела, стала старше, сформировалась уже, в принципе, как человек, именно, человек, мы пошли дальше, давай, Кин, давай, иди, иди звонить, не забывайте, давай, давай, удачи вам, пока-пока, что я хотела сказать, что я хотела сказать, забыла, что я хотела сказать, по поводу притягач. а, ну, вот, типа, ну, сейчас же, типа, ну, в принципе, сформировалась как человек, как личность, как, в принципе, ну, то есть, раньше-то я была, блядь, писюхой маленькой, блядь, понимаешь, и, тем не менее, мы общались, тем не менее, людям было со мной о чем поговорить, когда человек, сука, блядь, нахуй его, какой его старше от меня. Но вот как-то так получалось всегда. Всю дорогу меня окружали вот такие люди. Естественно, безусловно, у меня были люди помладше, с которыми я общалась. Там моя подружка. Ой, ты пидор, блядь. Молокососами эфиры не ведем. Ты понял? Давай попробуем все сначала. Давай. Извини, сказала. Подожди, давай объяснимся сначала. Давай. Давно был? Алиса, стоп. Что? Ты в бассейне давно был? В бассейне? Да. Ну да. Я смотрю, что-то у тебя на глаза, блядь, какие-то. А это я учусь. Так что, ты извиняться будешь? Подожди, давай сначала объяснимся, потом может быть. На садочек ты остался. Что ты хочешь? Ты извиняться будешь? Не, извиняться не, объясниться надо. Извиняться. Давай, подумай на своем поведение, вернемся с аудитории. Ну ладно. Все, спасибо. Короче, вот, и этот, что я хотела вам сказать. Ну вот так, да. Я в 16 работала уже на двух работах, правильно училась. Ну как, ну смотри, тут дело не то, что прям супер в работе. Для меня просто, я знаю, что есть люди в 16 лет адекватные, плюс-минус зрелые, серьезно, плюс-минус зрелые, адекватные, интересные, привлекательные. В 16 лет есть такие, и их немало. И они выглядят не на свой возраст, не потому что они там красятся, блядь, и выглядят как, сука, 30-летние шаболды. Но вот потому что, в принципе, они выглядят вот так. Мыслят, ну, блядь, адекватно, разумно. Это педофилия. Нет, что именно педофилия? Нет, я просто уже была в этом возрасте умная и знала, чего хочу. Вот, да. Да, я тоже в 16 лет чутко ясно понимала, чего и зачем, куда и как. Естественно, глупость, дурость, блядь, это все было, было, пиздец. Как сейчас это, ну, успокаивается, плюс-минус. Но я всегда, я родилась таким человеком. Я родилась такой, блядь, сука, дайте мне швабру, будем ебашить, будем веселиться, блядь. Сколько бы лет мне не било, сколько бы лет мне не было. Все, ну, вот такая, ну, и с ебанцой. Я буду такой, я буду и в 30 такой. Если кого-то что-то не устраивает, да мне похуй. Значит, ты не мой человек, все пиздуй нахуй. Я буду такой, мне будет похуй всегда на мнение людей. Если захочу, блядь, я, ну, блядь, я четко, ясно понимаю, что я нахожусь в том месте, и мне нужно вести себя адекватно. Это я понимаю, потому что я воспитан, адекватный, разумный человек. Я понимаю, что, блядь, скачать в ресторане, условно говоря, на стол, блядь, и показать жопу, это неадекватно, например. Моя ебанутость проявляется немножечко в других вещах. Но мне, может быть, похуй на мнение людей. Именно конкретно, которые будут сидеть, блядь, и мне что-то рассказывать. Или которые, блядь, будут думать мне, «Таня, ну ты вот это, ты вот это такая ёбнутая, вот это вот такая-сякая, всё нахуй, понимаешь?» Но такие люди не для меня. Вот я родилась с ебанцой. С ебанцой я и продолжаю жить. Я и в 30 буду такая. И меня не будет заботить, кто обо Миша думает. Вот и всё. Понимаешь? Я, блядь, не знаю, какие примеры поприводить. Если захочу, я могу начать чудить, и мне похуй. Всё. Если кому-то что-нибудь не нравится, вон дверь, вон нахуй. Но опять-таки, в пределах разумного, если я понимаю, что здесь всё окей, я нихуя по сути, блядь, не сделала хуёвого там и т.д. Всё, это нормально. Ну вот такой человек. Опять-таки, я же говорю, я понимаю, где я нахожусь. Я понимаю, где я нахожусь. В каком обществе, среди каких людей и т.д. Вот и всё. Что я могу, что я не могу. Мне сидеть, рассказывать, блядь, как себя вести, не стоит. Всё. Всё очень просто. Хорошо с тобой, но надо спать. Да, иди спать. Хорошего вечера. Пока-пока. Подпишитесь, кто не подписан. Кстати, Вика, я не знаю, помнишь ли ты. Это, наверное, написано, что не понимаю, кто меня привлекает. А ты не определилась ещё? А потом оказалась на пацанках. Не гони. В любом случае, как бы они ни мыслили, ни разговаривали, это по закону запрещено. Что по закону запрещено? В 16 лет вы прочитаете законы. Не, просто я уже это разытаю, это я читала. Повторите все свои вопросы, ребяточки. Женечка, спасибо от души. Душевную душу. Олечка, спасибо. Роман Гриценко. Погнали. Ой, какая-то салоха есть прикольная, барышня. Интересно, она нас добавит? Какой у тебя зы? Что такое зы? О, в 14-15 уже рожают. Рожают, да. Ну, опять, нет, в 14-15 рожать, это для меня, конечно, не есть адекватным. Не есть адекватным в 14 лет. Нет, это для меня несозревший человек, это, вот, в 14-15 для меня ребенок несозревший. Ну, бля, я понимаю, что месячные могут пойти и в 10, и тогда... Ну, бля, для меня это несозревший человек. Я хочу кушать. И, типа, для меня это просто... Понимаете, сейчас, в наше время, просто я вспоминаю там себя в 12-14 лет. Пельмешки свари мне. Нет, иди вари. Женечка, спасибо, души. Для меня просто... Я была в 14 лет. Какой я была в 14 лет? Я была плюс-минус, ну, типа, ну, как вам так сказать? Давайте я вспомню, где я была, чтобы проанализировать, какой я была в 14 лет. В 14 лет, когда мне исполнилось, я была... Я была в Трусковце, я жила в Трусковце, да, по-моему. По-моему, да. А, не, ну, тогда я уже зрелая была, плюс-минус. Женечка, спасибо. Женечка, ты стала титульным дарителем подарков. Боже мой, что ты сладкая. Этот, что я хотела сказать? Короче, в 14 лет это еще ребенок. Хотела сказать, что в 14 лет я в Барби играла, но нет. Женечка осваивает подарки ТикТока. Сто процентов. И погнала, погнала. Туда это все движение. Вот. Но в 12 лет я игралась в Барби. Это тогда, ну, это тогда это было. Сейчас все, ну, все меняется. Воспитание меняется, приоритеты, там, не знаю, менталитет, наверное, там, хуй его знать, правила, законы и так далее и тому подобное. Люди другие, молодые рожают молодых. Ну, это тоже очень зависит на самом деле. Вот. Для меня в 14 лет это просто поторопились ноги раздвинуть. Я понимаю, что в 14 лет, ну, я тоже интересовалась, типа, я уже, конечно же, возбуждалась в 14 лет, даже раньше. Но, типа, у меня уже это все работало, поняли? Ой, ебать, меня стряснуло. Ебануться ты шо, нихуя себе. Меня именно пошатнуло в мозгу моем. Именно как будто бы я чуть не этот, боже, пизда, и пересрала. Фу, пиздец, блядь. Поняли? Сидишь и как будто бы вот так шатнуло в голове. Надо воды попить, попить. Ты так изменилась. У меня подруга 21, у меня уже два ребенка, она намного лучше, чем некоторые мамаши. Да, не, нормально все. Просто странно, если что, я пересрала, блядь. Вы видели моё оружие лицо? Это как будто на секунду именно отошла. Вот, просто для меня это поторопились. Я понимаю, что ты это уже все чувствуешь, типа, тебе уже хочется попробовать, там, секс, все дела. Ну, типа, вероятнее всего, что этот секс, типа, в 14 лет, когда вот ты занимался не со старшим человеком, да, который плюс-минут понимает. Хотя мужики такие пидоры, блядь, им похуй, блядь, на презервативы, на все, короче. Типа, они, этот, есть такие, которым похуй. Вот. Ну, я думаю, что просто вот в 14 лет просто секс был там тоже с 1 год, условно говоря. Или на год, на 2 старше. Ну, с малолеткой, условно говоря. Вот, который, блядь, просто не знает, как пользоваться хуём и презервативом. Это всё. И поэтому она залетела. А рожать, рожать и аборт, не аборт, ну, аборт это не окей, хуй поймали, будут у тебя дети, не будут их, типа. Ну, такое тоже, понимаешь. И, типа, ну, раз ты ебалась, давай уже и рожай. Всё очень просто. Следующий вопрос какой, ребята, у меня у вас. Женечка, у меня света не было. У меня свет появился недавно. Только завтра непонятно, не знаю, сколько это звучит. Давай, что носочки надеть. Я позвоню, Зая, жди. Ну, вот. Так что вот так. Да, задавайте вопросы, если у вас какие-то ещё вопросы есть. Не увидела ничего, блядь, не успела. Такие люди странные в ТикТоке сидят, ей-богу. А что у меня по друзьям? Почему я-то мало так на кого подписана, мало кто на меня подписан. Макс Коль. Это кто такой? Не, к тени мы не пойдём. Не хочу вообще рожать. Это окей, конечно, окей. Это окей, и у тебя это мнение будет ещё меняться миллион один раз. Будешь думать, что ты готова к детям. У меня тоже была история, я была в отношениях. Я уже типа, ну, всё было плюс-минус окей, типа, всё там это. И я, типа, думала, что реально, ну, там, готова к ребёнку, всё. Типа, я люблю детей, там, дети любят меня. Я там знаю, как, ну, там, нужно, можно воспитать ребёнка, как правильно воспитать ребёнка. Как я хочу видеть, типа, своих детей. Какими я хочу их видеть, точнее. Вот, типа, это всё прикольно, романтично. А потом какой-то момент я поняла, ну, когда трошечки всё начало шататься, я поняла, не только поэтому, просто как-то так в осознание такое пришло, что, блядь, я куда вечно спешу? И вечно куда-то спешу. Вечно хочу чего-то вот это вот всё, давай побыстрее, побыстрее уже. Вот эти вот все финансы, блядь, бабки. На хуй какие-то, блядь, какая-то там супер-пупер карьера, там, ещё что-то. И вечно у меня вот это, я вот куда-то вечно бегу, поняли? Вот такая хуйня. А иногда нужно, блядь, остановиться, сказать, wait, типа, подожди немножечко, типа, расслабься. И вот такая же хуйня. Типа, куда, блядь, мне всего 23 года. Типа, всего 23 года. Типа, ребёнка можно родить и воспитать, блядь, и ещё, типа, есть время. Поняли? Вот такая хуйня. Хотя у меня человек был в отношениях, типа, на 8 лет старше меня. Типа, и всё. Но там никто, там особо, там супер, ну, не торопится. Всё, можно было и в 30, 33, 35 и всё остальное. Поняли? Какая хуйня. Вот. То есть это вообще, ну, типа, окей. Не надо торопиться. Это мнение будет меняться миллион один раз. Сегодня хочешь, завтра ты не хочешь. Встретил потом любимого человека, блядь, влюбился в него и думаешь, блядь, я с тобой хочу детей. Я реально хочу с тобой воспитывать детей, блядь, всё заебись. Давай строить, блядь, жизнь и всё. Всё будет заебись. Поняла? Вот так это и работает. Такая хуйня. Вот. Всё зависит от человека, с которым ты в отношениях. Ну, я так думаю. Вика, мне кажется, что тебе бы очень подошла профессия психолога. Блядь, ты не первая, кто об этом говоришь. С чем по экрану. Дети — это ужас. Ну, это ты сейчас, так думаешь. Я так думаю. Что ты сейчас просто так думаешь. Что дети — это ужас. Не, ну, хотя есть такие люди, которые, вот, как же их называют? Блядь, вылетела с головы. Бэйби, бэйби. Короче, похуй. Которые не хотят, типа, фри-чайлд. Давайте так назовём. Фри-чайлд. Люди, которые, типа, не хотят иметь в себе детей. Такие есть. Это нормально. Если ты это будешь ощущать, ну, и дальше, когда будешь становиться старше, то это окей. Ничего там такого нет. Можешь прожить жизни без детей. Это просто привили такое мнение, что, блядь, это, блядь, очередной стереотип. Типа, сука, ты должен родить, потому что должен род за собой, блядь, повести. Понимаешь, какая хуйня? Ну, бред. Дать жизнь ребёнку, он же ж будет твою фамилию носить. Он же будет, блядь, и тудым-сюдым. Роди мне внучку, собачку и кого угодно. Понимаешь, какая хуйня? Ну, типа, это всё тупо голимые стереотипы. Если не хочется детей, понимаешь, что всё. Ну, не, блядь, не возбуждают тебя дети. Ну, всё, значит. Значит, так тому и быть. Но я просто, опять-таки, я думаю, что это всё до поры до времени, пока ты не встретишь человека, с которым тебе будет пизда как охуенно, оно само придёт в голову. Оно само придёт в голову, и ты, блядь, да я хочу детей с тобой, я реально вот с тобой, я хочу, да я ненавидела детей, да нахуй мне эти дети, да я не люблю этих детей. У меня тоже была там подобная история одна. Пара, короче, вообще не-не-не, они не вообще не... Нахуй, нахуй, нахуй. И всё, блядь, что-то они там разошлись. И она встретила... Да, она встретила другого мальчишку, короче. У них всё очень быстро крутилось, очень-очень быстро всё. Там влюблённость, там всё пизда. И они построили семью охуенную, живут, бля, до сих пор всё заебись. Поняла, типа... Тоже не любила детей. А Кашутина, ебать? Кашутина, что же детей не любит? Пиздец, не любит детей. А сейчас готова к детям. Поняли, какая хуйня? Вот, я думаю, что всё-таки это зависит от того, с каким человеком... Какого человека ты встретишь. Потому что если встретишь, блядь, заебись человека, для тебя комфортно всё, то ты всего захочешь, нахуй. Всего, чего не хотела. Но это моё такое мнение. Так, дальше. Хочу, чтобы моим ребёнком был котик. Тоже неплохо. Я спать очень хочется. Спокойной ночи. Пока, Кристина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дальше. Пока-пока, надеюсь, позвоню. Да-да-да, позвоню. Дальше. Дети этого уже... Ты не жалеешь, что вернулась в Украину? Нет, у меня... Я никогда ни о чём не жалею. Это первое, что я могу сказать. Никогда ни о чём в своей жизни не жалею. Если что-то произошло, значит, так должно было произойти. Поняли, какая хуйня? Вот если что-то происходит, значит, так тому и быть. Всё. Я не буду ни о чём жалеть. Если я приняла решение именно почему-то вернуться в Украину, именно в данный момент сидеть на этом стуле, в этой квартире, именно страдать от того, что, сука, меня всё заебало, что хочется что-то менять, значит, так тому и быть. Значит, к чему-то оно приведёт. Либо это какие-то уроки, которые ты должен усвоить, да, знаешь, типа, вынести что-то нормальное, благополучное с этого всего движения. Либо это именно долбоёб просто какой-то. И всё. Не больше, не меньше. Да, блядь, да что вы заёбываете меня? Всё. Ну, это моё мнение. И никогда ни о чём не жалею. Если что-то происходит, значит, оно так должно происходить. Всё. Ещё люблю говорить, если суждено, тебя и тапком придавят. О, Child Free. Да, Child Free. Спасибо, я уже вспомнила. Мест ребёнок, и это ужас. Подтверждаю. У тебя просто послеродовая депрессия. Обратись к психологу. Ты была в России когда-нибудь? Да, когда я была маленькая, я ездила в Россию. Я ездила, у меня родственники живут в Москве, под Москвой. Вот где-то там. Вот. И моя тётя, мои братья два. И мой дядя. Вот. Это мамина родная сестра. Вот. Родственнички живут в Москве. Вот. Я ездила к ним в гости. У меня тогда мой другой брат принимал корову. Мы поехали туда, там, короче. Ладно, не, я не буду вам всего рассказывать, блядь. Это сейчас как всегда начинается. Сейчас распижу того, чего пиздеть вообще нельзя, нахуй. И всё. Всё. Да, была в России. В Москве. Упаси Господь. Много кто-то навязывает, навіть про зачистки, что коробка зачистка, это не гарно и не женично. Не знаю, каждому своё. Ну, блядь, дебили. Ты должен себя чувствовать так, как ты хочешь себя чувствовать. Если ты хочешь, блядь, на лысо постричь, остригись на лысо. Если ты хочешь отрастить волосы, отращи волосы. Если ты хочешь выглядеть, как я, хуя, на сексапильное и страстно, блядь. Галком. Ну, если он растёт как растенье, то возможно. А если им заниматься, то это пиздец тяжело. Будет встреча с Юлей. Вряд ли. Тоже хочу вернуться с Америки, не могу решиться. Ну. Если у тебя уже появляются об этом мысли, но ты чего-то ждёшь, ждёшь какого-то чуда. Но ты чётко, ясно понимаешь, что это не твоё и не для тебя. Определи причину, почему ты хочешь уехать из Америки. Какая причина. Посмотри на весах. Что ты будешь делать здесь, чем ты можешь здесь заниматься. Что у тебя есть здесь. И помни, что всё поменялось. Законы поменяли. Правительство. Это, да. И т.д. и т.п. Понял. Всё, всё поменялось. Абсолютно всё поменялось. Уже не так, как было три года назад. Я когда ехала сюда, я понимала это. Но я не ожидала, что прям настолько, прям настолько всё стало хуёво. Вот. А всё реально максимально хуёво. Ну вот. Как-то так. Пойми, почему ты хочешь уехать из Америки. Я уеду отсюда, буду строить где-то в другом месте. Я не понимаю. Я не знаю. Спасибо за розочки. Алё, натуря, иди сделай пельмешейник. Бога ради. Не будь пиздой. Аня, спасибо за подписку. Ребята, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на меня. Не понимаю, что с активом. Коится, творится. Но это пиздануться. Можно. Вечно, блядь, это тикток тупорылый, блядь, блокирует. Ты только набиваешь себе аудиторию. Только всё заебись. У тебя с онлайном, с активом, блядь. Нет, ты выходишь, блядь, именно сюда, блядь, и сидишь как хуя овалимый. Блядь, отклонить. Отклонить, нахуй. Я говорю, отклонить. Блядь, отклонить, сука. Блядь, сука. Так. Про детей, но в 32 имею 7 детей, это пиздец, простите. Кем ты хотела стать в детстве? Господи, боже мой. Я, честно сказать, не помню. Я помню, у меня была неопределённость. Я чётко, ясно понимала, что я, блядь, я хочу. Я хотела стать, честно сказать, хотела стать богатым человеком. Вот всегда с самого детства у меня было такое, что я хочу быть успешной. И это раньше я богатая-богатая, сейчас я к этому по-другому отношусь. Просто финансово успешным человеком. Вот, скажу вам так, как я сейчас мыслю. И эта хуйня у меня не проходит по сей день. Так и хочу. Вот я всегда что-то хотела добиваться, к чему-то, короче, стремиться, что-то иметь какие-то бабосы, что-то башлять, что-то иметь, блядь. И тогда это по и пятое-десятое. И, короче, когда происходит какая-то хуйня, меня, короче, это косит. Но дело в том, что, типа, я хотела всегда, типа, поняли, в детстве иметь себе, быть богатой. Я чётко, ясно не понимала, что это означает, типа, там, прям супер, значит, там, может, я бизнес какой-то буду иметь ещё. Может, какая-то мафия будет цыганская. Ещё какая-то хуйня, поняли? Типа, откуда именно будет заработок? Но я чётко, ясно поняла, что я хочу быть богатой. Все именно гадалки, короче, именно мне говорили. Да, будешь, будешь, 100% будешь. Ну, хуй, посмотрим, ещё не стало. В какой момент ты запомнила в пацанках? В какой момент ты запомнила в пацанках? Все запомнили, а нахуй, там хуй забудешь. Саша, привет. Вчера была девушка, и она видно, что измучена и уже не поживёт. Яся пришла. Ясечка, дорогая, мы вчера тебя звали всем селом, перчатки твои нужны были. Пиздец, как 10 баттлов играли на желание с Боди, поняла? С Боди, с Квиткой, ещё с кем-то. И этот. И всё, и пиздец, а ты не пришла. Пидманула, пидвала. Виктория Семен просила передать привет. Семочку взять за ушки вот так и потёмать. Привет, Ясь, привет. Пиздец, мы тебя ждали, 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 ждали. Тебя не было нервно, не было, не было. Да что ж ты будешь делать, а? И все, говорю, всем селом отправлялись. Спала-болею, божечки, выздоравливай. Как ты так? Как ты так умудрилась? Ясь, пей всю лечку кокосовой. Как новенькая? Ты же знаешь, чем лечиться. Разбила сердце нам. Только что так делала. Ребят, стучим по экрану. Все максимально. Стучим по экранчику. Какая-то Бершова Дарья. Ясно, Дарья. Макс Псих. Макс Псих. Ты нас примешь к себе? Отойдите в нахуй. Улетай на крыльях. Эл-тата у Катерины. Чего, блядь? Какие-то такие никнем. Ясь, выздоравливай. В натуре, в самом деле. Не о небесе. Яся, посмотри в сундучке, сколько у тебя перчаток, если можешь. Бога ради. Очень надо. И когда они заканчиваются? Мы уже пойдем в баттл с кем-то. Да ты скинешь, если им сутки остались. Блядь, ну они нам вчера пизда как нужны были. Ты что, тут Тома именно вчера такой лютый раз ее построила. Семь баттлов взяли из десяти, поняла? Там еще девочка Елена потом пертянулась. Малеха. А, у тебя нет перчаток? Ясь, все понятно. Хорошо, что ты не пришла. Болей. То есть и не болей, но спать нужно. Вонючий хронобит. А когда он заканчивается у тебя? Я думала, у тебя две перчатки, блядь. Я вообще, я так надеялась, что ты сейчас придешь, перчи кинешь. Блядь, пиздец. Всем силу. Всему силу рассказала. Три дня, один час. Понял. Хорошо. То можно за три дня и используем этот ебучий хронометр. Никому не нужный. Сколько мы в эфире? Мы в эфире. Час девять минут. Найди, может, кому-нибудь, на ком сейчас заработаем. Да, блядь, перчатки надо ебануться. Это с кем, блядь, никто не принимает. Нужно каких-то таких левых людей, которые вообще край какой-то. Восемь людей у него. Понял, что понедельник. Восемь людей у нас в Калифорнии. Восемь людей у нас в Калифорнии. Не стучим. Оп, ящико, спасибо. Ребят, все закиньте по розе по одной. Чтоб кому-то дали перчу. Оп, Катюха, от души. Позакиньте розы какие-то, чтоб она может... Нам какие-то перчатки дали. Сейчас пойдём, будем выходить скоро отсюда. Если заработаем перчаточек, то будем выходить. Я бомж. Надо посмотреть, во сколько завтра свет выключает, чтобы выйти туда завтра. Вообще, у нас перчаток ни у одного нет, да? Нема, короче, перча, хуёвая история, парам-пам-пам. Погнали покурим, ребята, хуй скину, хуй с нами. Сидим все равно, глядим, батлим, нихуя. В смысле, на желание не грамм, ничем. Погнали покурим, хотя бы возьму батя сигаретку. Блядь, как я жопу себе отсидела, ёбнуться нужно. Я именно на спортике сегодня налетом. Пизда. Ору, смотрите. Виктория Алюхина Вячеславовна. Оп-оп-оп, Синька, спасибо. Переключить камеру. Синька, Яся, спасибо. Ребяточки, зарабатываем перчи. Нам нужны перчи, срочно, потому что мы не башутся. Завтра батл на желание. Нам нужны перчи. Шарф. Привет. Забирай ламбру. Сейчас, секунду. Что надо? Я хочу взять сигарету, батя-нибудь. Нет. Схуя ли мне? Это папины сигареты. Ага, так и что, блядь, а папины сигареты сейчас мне будешь тут начинать? Да. Ага. Я вообще тебе больше лампы не дам, кстати. Я слышно, они вообще есть. Да мне похую. Я тебе, блядь, пишу, а ты, блядь, сучара специально игноришь. Мы договаривались. Тебя не пропускает? Что-то не пропускает, я веду свои сообщения все. Так это ты их можешь увидеть, мы можем не увидеть. Ага. Ну пизди меня. На Х2, ребята, ебашим, ясечка, от души. Боже, как у меня в комнате пахнет вкусно. Ребята, на Х2 надо выиграть. Нам не дадут перчи, если мы проиграем. Вы слышите? Нам не дадут перчи, если мы проиграем. Надо выиграть, сто процентов. Перчи не дают, если проиграем. Мы вчера проверяли. Есть зажигалка сюда. Шука. Какая-то зажигалка в этой охоте нахомолеться. Чем мне подкуривать? Я не видел сообщения, я пролю. Да похуй. Дима, зажигалка лучше мне скажите. Ева, сегодня ж курить ходила. В куртке ходила. Курить чем еще? В штанах? Нет, я в шортах всегда курю. Пизданутся. Ребят, все стучи максимально. Я буду собрать победу. Ну, что ты будешь делать, ну? Ну, реально, ну где она делась? Это зажигалка зажигучая. У меня тоже в куртке нету. Это странно. Это очень странно. Снайп, ребятушки, дайте снайп. А, тут много. Тоненько. Толи, да. Блядь, вареные на куртке. Я подъеду точно. Поняла. Яся, от души снайп, снайп. Сука. Ребят, чуть-чуть не хватило. Ясечка, от души дорогая. Чуть-чуть не хватило. Не дали, да, ничего? Кстати, я подкурю, ребят. Надо кого-то маленького. Так у него 8 человек было. У него 8 человек было на эфире, ребят. Напишите, или меня слышно, видно нормально. Да, у нас снег. Нет, сегодня. Амар-люба искала. Давай, и пойдемте с собой. Нам надо перчить. Я говорю, батл, принимай, не пизди, давай. Пиздишь мне тут, рассказываешь. Холодно, пиздец. Мои кроссовки, сука, отмачиваются. Правильно, туда их. Блядь, я в тапках вышла. Ой, они прямо мерзли. Фу, я себе. Какое творчество. Не могу, как красиво. Ва, холодно. Ребят, постучите все, закиньте розы максимально. Вот пидор, а, гнойный. Ты в Украине? Да, уже в Украине. Фу, как можно такие галимы-сиареты купить? Фу. Могу, ну. Короче, не дадут нам, да, перчи? Давайте посидим батл с кем-то сыграем. Мы же перчик какой-то дадут. А, квитка добавила мне в друзья. Подписана на вас. Блядь, она с другой страницы на меня подписана. Ёб твою мать. Здрасте. Мне сказали, что вы хотите ко мне баттлиться. Это правда? Да. А вы подписаны на меня? Вы меня знаете, да? Да. А когда последний раз вы у меня на эфире сидели? Какая-то пара дней назад. Когда? Какая-то пара дней назад. Ах. Фу. Блядь, только не на творчество, сука. Спасай, нахуй. Туда его. Блядь, спасибо за розочку. Все стучим по экрану. Ребят, 16 лайков. Вышел Монти, 53 человек на эфире. Все стучим. Нет, не пострадал. На него спасла. Томочка, ватиба за розу. От души душевной души. Душу от душевной. Том, таран, таран, тан, таран... Том, таран, таран... Вы не против? Мы на вас розочек заработаем. Ой, розочек, господи, перчаток. А что вы вещаете в своем эфире? Что вы рассказываете? А вы наушники где покупали? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Ладно. Ребят, накидайте роз еще сюда в чат. Да я Саша, я девушке. Привет, Саша. Тоже так думаю. Вы ее муж? Ящика, спасибо. Это девочка? Ну да. Вы что, не видите? Катюша, спасибо. Боже, ну проходимость эфира сегодня вообще очень маленькая. Один из МК. Пиздец. Что ж такое? Типичный пепельмин, который ничего не пишет. Су-процентов. Сколько времени напишите? Мояся. 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 Почему у вас рука перебинтована? Боже, как приятно видеть людей, которые с супер подпиской. Не выдумайте, не вы думайте, не они тебе, нельзя так. Ну по и шутке. Сейчас 29, поняла. Сажу, мне сейчас пойдемте всем пятиминутку помогать максимально будем. Что-то эфир сегодня гнилой какой-то, ей-богу, блядь, не побатлиться ни с кем, ни с кем, блядь, ни перчаток заработать. Ага, не авария. Как их одобрить? Что мне надо сделать? Мне пишут, хотите такие стикеры, оформите супер подписку на сообщество автора Виктория Лехина. Выбрав план басик. Бесик. Как их одобрить, расскажи мне. Я потом зайду, потому что не танцуешь. Ты что, побои себя богу, мне еще танцевать не хватало, мне открылась. Боже, ребят, что вы делаете? Какие синька другие помогли мне делать. Ну спасибо, синька другие. А перчаток вы нам дадите, блядь? Или нет? Они нам ничего не дали, пидоры, блядь. Пизданутся. Блядь, квитка подписана на меня с другой страницы. Змеиная королева подписана на вас. Змеиная королева. Ну ладно. Таня, не пойдем. Все, выходим на ход сюда. Завтра будем батлиться. Надо завтра договориться с кем-то по батлиться. Непонятно с кем, конечно. Ничего не дали. Это пизданутся. Зачем нам такое надо, да, ребята? Ладно, хуй с вами, хуй с нами. Эфир уже заканчивается. Все, всем спасибо. Идем в телерам-канал. Заканчивается. Все, всем спасибо. Идем в телерам-канал. Продолжение следует.